Семь комитетов будут функционировать в Рязанской городской думе на постоянной основе. В думе предыдущего созыва их было восемь. Новый объединенный комитет будет заниматься вопросами местного самоуправления, регламента и депутатской этики. Другой важный вопрос на повестке дня – это изменения в положении о порядке и условии проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рязани. В документ внесли ряд изменений. Так, теперь в составе конкурсной комиссии не могут быть включены лица, у которых нет российского гражданства. Также здесь не могут быть родственники и супруги претендентов, и лица, имеющие судимость, признанные недееспособными и ограниченно дееспособными по решению суда. Расширен и перечень документов, которые должен предоставить кандидат на пост. Это справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с государственной тайной и справка об отсутствии судимости. Теперь кандидаты будут проходить индивидуальное собеседование по представленным основным направлениям социально-экономического развития Рязани и предполагаемой схеме организации управления городским хозяйством. По итогам конкурса, Гордума в течение 20 рабочих дней должна принять решение о назначении лица на должность главы из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов. В следующем шаге депутаты согласовали сделку водоканалу города. Предприятие берет 70 миллионов рублей в кредит на три года. Деньги пойдут на строительство, модернизацию и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. Почти 18 миллионов рублей пойдут на строительство водовода от Павловской ОВС до поста ГИБДД на Михайловском шоссе. 10 миллионов направят на санацию участка водовода от Новоселковского шоссе вдоль окружной дороги. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, Город.